Через месяц вы перестаете вонять и спутить. Вот ты после этого прям должен вот так вот. Ну если я был бы геронтофилом, то да. От старости, наверное. Всем привет, мои дорогие, вы находитесь на канале Верку17. А сейчас у нас новый выпуск по Симолэнду. В прошлый раз вы его смотрели очень плохо, наверное, вам не очень понравилось, но мне очень нравится Симолэн, поэтому решила его еще раз снять. Ну что, давайте приступать. В этот раз мне стоило 5 посылок с Симолэнда. И я куда-то сделаю свой нож. Давайте начнем, наверное, с пакетика. Посмотрим у нас пакетики. Так, первый пакет. И здесь у нас играем морской бой, который я очень хотела. Мы сейчас уезжаем в деревню, нам будет там скучно вечерами. И мы будем играть в игрульки. Так, смотрите, две вот такие вот карточки. И два фломастера со стиражками. Можно будет рисовать кораблики. Давайте проверим одно. Пишут фломастеры. Они не открываются. Так, рисуем корабль. Потом стреляем по кораблю. Все, корабль убит. И потом, когда мы наигрались, мы все это стираем. И все. Вот такая интересная игрушка. Можно играть взрослым, можно играть детям. Сделано качественно. Написано, сколько каких кораблей должно быть. И каждый независимо друг от друга. Главное, не тратиться бумагу. Что-нибудь обращение? Сделай послание. Это как у подписчиков. Вот. Ну прикольно, прикольно. Выглядит даже лучше, чем я это представляла. Например, такой поток не будет в руках мяса. Давайте еще один пакет. Так, в пакете у нас. Что-то такое. Даже не помню, что такое заказывала. Замотана в пищевую пленку. А, это для машинки. Так, вот такая вот штучка. Это, чтобы очечь и вешать машинку. Она как-то вот так цепляется за... Как хрень называется? Ну, короче, от солнца, которое закрывает глаза. Вот такая штука опускается. Я не помню, как называется. И за нее так очечки цепляются. Типа фикс прайс на прищепке для телефона, только маленькой для очков. Давайте на коробку. Я думаю, что здесь безорюк. И посмотрим, что у нас в коробочке. Да, я угадала, это безорюк. Это было логично поездку, потому что дофига я всего заказала. Итак, смотрим. Я заказала все три мыла. Первое. Вот это вот. Вот это вот мыло. Я им пользуюсь активно. Смотрите, у меня почти не осталось прыщиков. Вот один-единственный, потому что у меня скоро эти дни вылез. А так у меня уже давно нет прыщей, вот благодаря вот этому мылу. Оно очень классное, я его очень сильно рекомендую. Вот я давно пользуюсь. И еще также вот крем. Я вам его уже показывала в прошлом ролике. Такая большая коробка, у него самый тюбик маленький. Я этим кремом пользуюсь. Это уже третий крем, который у меня есть. Может даже четвертый. Вот. Рекомендую вот эти два товара. Прям вот я тестила, и мне они понравились. От этого очень мягкая кожа, от этого уходят прыщики. Очень классно, очень качественно. Также я заказала другую продукцию безорюк, потому что я хочу ее тоже затестить. Вот еще два мыла. Мыло черный тмин и мыло грейпфрут и папайя. У каждого мыла разные функции. Вот это вот регенерация кожи, а это питание и восстановление. Ну попробуем. Если вот это вот мыло, которое... Это чего? Глубокое очищение. Вот. Оно реально очищает. То есть прыщиков нету. То я думаю, эти тоже должны работать. Но мы протестим и посмотрим. Вот. Что в этой коробке еще? В этой коробке еще вот такая вот штука. Это твердый шампунь. Это я взяла с собой куда-нибудь в походы брать, чтобы не таскать с собой большой шампунь. Вот такое маленькое мыльце. Кладем его просто с собой в сумочку. И намыливаем. Я читала отзывы. Хватает раз на пять. И от него еще долго не пишут, что волосы не пачкаются. А хейтером можно это намылить? Ладно, так вкусно пахнет. Хочешь понюхать? Шоколадом. Шоколадом. Мне кажется, шоколад. Ну так будут волоски пахнуть. Ну прикольно. Главное, чтобы оно работало. Но отзывы у него хорошие. Я бы раньше его не заказывала. Продолжаем. Вот последние две коробочки в этой коробке. Это у нас мыло-дезодорант. Тоже решила затестить. Кто-то пишет, что оно работает. И кто-то пишет, что оно не работает. Тоже интересно посмотреть, как мыло-дезодорант. Это просто намыливаете и оставляете на подножках, не смывая. И через месяц вы перестаете вонять и сплотеть. Пахнет чем-то просто свежестью. Порошком. Лимон. Лимон. Цитру свою. А, ну я смотрю, что это цитру свою. Ну, затестим, посмотрим. И последнее, что у меня есть, это воск для бровей. Это для того, чтобы они быстрее росли. Давайте посмотрим, как он тоже выглядит. Что-то мне кажется, что это тоже мыло. Нет. Это такая маленькая баночка. Очень маленькая баночка. Прям неожиданно маленькая баночка. Обязательно понюхать, коль начали все нюхать. Ну, пахнет так же, как мыло-дезодорант. Хотя это с орехами, а не с орехами. Ну, в общем, тоже затестим. Надеюсь, что трое будет расти, астигнет. А то они у меня здесь будто выпадать начали. От старости, наверное. Так, у нас остаются с вами две посылочки. Коробочка и пакетик. Я знаю, что в этом пакетике. Уже я на ощупь поняла. Но я не знаю, какой это расцветки. Потому что расцвет крандом. Ну что, давайте-ка откроем. Красный пакетик. Блин. Не то, что я хотела. Так, вот такая банка. Она была на уценке. Сейчас будем сказать дефекты. Там было два варианта. А все, я вижу, она мятая. Там было два варианта. Один был с нюхами, а второй с кофе. У меня кофейных банок в дом две. Я очень надеюсь, что она будет с нюхами. Но цвет был рандом, потому что уценка. Поэтому за 100 рублей за дешевость на фикс прайсе я решила лучше взять. Вон, видите, она мятая вот здесь вот. И из-за этого уценка. Она стоила всего 100 рублей. Я думаю, это вот так вот просто берешь, управляешь, и все, она больше не мятая. Ну, немножко потертая. Да, немножко потертая. Ну, нормально. За 100 рублей вообще четко. Правда, жалко, что цвет, конечно, кофе не мюсли. Но тоже неплохо. Такие банки обожаю. Вы знаете, у меня их целую кучу. Итак, продолжаем. Последняя коробочка. Я вообще понятия не имею, что в ней. Потому что я уже не помню. Опять в год делал свой нож. Во. Так что, открываем последнюю коробочку. А, здесь продолжение Беззарюка. Так, я много заказала Беззарюка. Так, в последней коробке у нас Искушенное сердце. Духи сухие с феромонами. Это я буду соблазнять своего мужа, а то он мне в последнее время что-то любить не хочет. Знаете ли? Давайте тоже понюхаем. Потому что такая же маленькая баночка Клоска для бровей. Пахнет точно так же, как мой крем Беззарюка. Да я попробую. У меня же тебя не хочет, чтоб хотите. Вот этот вот крем пахнет один в один. Тест, тест. Давай. Сейчас перевозбудишься. Фу. Бабулей пахнет. Короче, пахнет так же, как мой крем. Бабулей! Вот ты после этого прям должен вот так вот. Ну если бы я был геронтофилом, то да. Так, и эта маска для лица омолаживающая. Тоже от фирмы Беззарюк. О! Какая большая банка. Прям неожиданная. Черная. Пахнет глиной. Наверное глиняная. Я не помню, с чем она. Нюхай сверху с ума. С грязью озеро Тамбулкан. Короче, это грязевая маска, а не глиняная. Ну в общем, вот такой вот выпуск у нас получился. Я надеюсь, этот выпуск вам понравился. Если вам понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Поддержайте своих друзей на мой канал. И до новых встреч.